Друзья, привет! С вами снова Марк Рыбак и видеоблог Смена. И вот мы на Байкале снимаем такое мероприятие, как ледовый шторм. Но наш сегодня разговор-то не об этом. Я продолжаю нашу рубрику лучшие объективы по соотношению цена-качество. И вот у меня на камере замечательный объективчик. Это объектив профессиональный серии L7200 со светосилой четверка. И сегодня мы на него поснимаем, поснимаем репортаж. Немножко даже поснимаем какие-то пейзажные варианты. И я вам про него расскажу обстоятельно. Сразу скажу, что это очень хороший объектив, раз он у нас в этой рубрике появился. И еще расскажу о том, что вариации этого объектива существует 4 штуки в данный момент времени. То есть вот такой же четверка со стабилизацией и еще L7200 2.8 без стабилизации и со стабилизацией. Естественно, этот самый дешевый из всех этих вариантов. И поэтому о нем сегодня у нас речь-то и пойдет. Давайте начнем. Для репортажа объектив очень удобный. Особенно здесь, когда мы работаем на улице, когда мы снимаем спорт, движущиеся объекты. Сейчас приближается один из велосипедистов, который выходит на промежуточный финиш. И объектив удобный, что я могу снимать и на 200, только объектив с переменным фокусным устоянием. То есть пока фокусным далеко. Поэтому я могу приближаться, я меняю фокусное устояние и имею возможность снимать его более удобно. То есть очень удобное фокусное устояние 70-200. Это выгодно в такой съемке. Вот, друзья, я наконец вернулся из своего байкальского похода. Там я снимал достаточно много. То есть я снимал 3 дня плотненько. И у меня было время очень хорошо познакомиться с вот этой линзой. И сейчас мы с вами обсудим мое мнение. Обсудим технические характеристики. Обсудим цену этой линзы. И обсудим для начала технические характеристики. То есть нашу оптическую схему. Это у нас зум-объектив с переменным фокусным устоянием. То есть при повороте кольца у нас там внутри линзы передвигаются. То есть в чем еще уникальность объектива? Что у нас геометрия объектива не меняется. То есть ничто не вылазит никуда. Это все действие, все это движение происходит внутри. Так же и с фокусировкой. То есть оптическая схема у нас этого объектива. Это 16 линз в 13 группах. И что особенно ценно. Что здесь у нас есть 3 таких хитрых элемента. То есть это 2 UD элемента. Низкодисперсионное стекло. И 1 флюоритовый элемент. Флюорит это такой достаточно дорогостоящий минерал. Из которого вот получают особо качественные линзы для производства объективов. То есть здесь целых 3 элемента. Которые ну необычное стекло. Да вот прошлый объектив мы обсуждали. Там весь объектив состоял из обычных стекол. Здесь есть 3 специальных элемента. Теперь по качеству картинки. Скажу честно никаких видимых косяков. Никаких аберраций. Я лично не разглядел. Но честно говоря я бы очень удивился. Если бы с светосилой 4. Летли бы какие-то вот такие косяки. Да винетирование присутствует на открытой диафрагме. Но я не думаю что это проблема. То есть я очень много снимал на открытой диафрагме. На диафрагме 5 и 6. Ну понятно диафрагме 8 и так все резко. Но даже на открытой диафрагме на четверке все очень резко. И более того. Когда вы снимаете крупный портрет. На вот фокусном расстоянии. На длинном конце там на 200. Там на 170. Баке очень красивое. Очень красиво размытая. Я как человек который снимал на 70-202.8. Должен сказать что. Ну разница не столь критична. То есть сейчас. Я бы вполне возможно купил себе. Такой объектив. Что касается настроек. С таким объективом. Когда я вот работаю в таких вот условиях. Дневного освещения. Когда много света. Я обычно работаю в приоритете выдержки. Почему? Потому что все мы с вами помним. Наше любимое правило. Да. Особенно на длиннофокусниках. Этот вопрос начинает возникать. Для того чтобы нам избежать шевелёнки. Нам нужно чтобы выдержка у нас была не длиннее фокусного расстояния объектива. Здесь у нас фокусное расстояние от 70 до 200. То есть на длинном конце у нас 200. То есть я просто переключаюсь в приоритет выдержки. И выставляю себе выдержку 250. И я знаю что у меня нарушение этого правила не произойдет. То есть я знаю что у меня не будет выдержки 125, 60 и так далее. То есть у меня смазанного изображения за счет выдержки. За счет шевелёнки. У меня не будет. Поэтому я вот обычно так работаю. Как мы помним. Этот объектив. Он у нас без стабилизации. Так что вот советую соблюдать эти вещи. И вот при таких съемках очень удобно пользоваться приоритетом выдержки. Для каких съемок я могу порекомендовать этот объектив. Ну вот то что я снимал на Байкале. Это был репортаж. Причем репортаж спортивный. Когда в кадре присутствуют движения. Когда спортсмен может быть далеко от фотографа. И может приближаться к нему по мере прохождения. Определённого участка трассы. В этом случае очень удобно. Потому что ты можешь выкрутить и на 200 где-то далеко его снимать. И когда он к тебе приблизится. Можешь уже снимать на 70. И так далее. То есть тебе не нужно менять объектив. У тебя вот этот диапазон фокусных расстояний. Он очень удобный. Второй момент. Что я обычно снимаю на 70-200. Это всегда какие-то концерты. Какой-то театр. Какие-то выступления. Все, что связано со сценой. Потому что опять же нет возможности подойти слишком близко. И всегда приходится работать откуда-то из зрительного зала. В этой ситуации, конечно, да. 2.8 более выигрышно. Потому что свет там всегда искусственный. Искусственный. И он может быть разным. Он может быть в один момент достаточно ярким. В другой момент достаточно приглушённым. Всё зависит от замысла светотехника. Да. Светорежиссёра. И поэтому тут, конечно, 2.8 выигрывает. Но, в принципе, я полагаю, что и на четвёрку можно с удовольствием снимать. Тем более, что сейчас новые камеры. Они позволяют больше возможностей съёмки на высоких ISO. Поэтому, опять же, этот оби-киф становится более выигрышным. Следующее, что можно снимать. Можно снимать портрет. То есть, вот я очень люблю свой 85-ник. Это прекрасный портретник. Но очень крупный портрет. Такой, как фрагмент лица. Такой, как крупно очень лицо. Уже на 85-ник снимать невозможно. Во-первых, резкость он так близко не наводит. Во-вторых, там уже начинаются перспективные искажения. И вот 7200 для этого просто идеальная линза. Ещё один момент. Я обожаю этот объектив для работы в студии. Опять же, потому что меньше приходится делать движений ногами. То есть, с одного и того же места можно, в принципе, снять и погрудный портрет, и полный рост. На 70 и на 200. То есть, разбег фокусных состояний очень удобный. И в студии, если мы снимаем не с постоянным светом, а мы снимаем с импульсным светом, то, скорее всего, мы работаем с диафрагмой 5,6 или 8. То есть, тот вопрос, что светосила такая, не самая классная, да, четвёрка, он нас здесь не волнует. Кроме этого, хочу отдельно поговорить о том, что объектив не слишком громоздкий при таком фокусном расстоянии и достаточно лёгкий, да. Просто, если хотите, мы его можем сравнить 70-202,8, да, и мы увидим, что Джонсон и Джонсон, да, почувствуете разницу. То есть, этот объектив гораздо тяжелее, почти в два раза. То есть, этот объектив весит, по-моему, 1,3 кг, а этот объектив весит 700 с чем-то грамм, да. И поэтому гораздо удобнее его с собой возить где-то в поездках. И вообще, девочкам очень рекомендую, потому что сейчас очень много девчонок фотографируют, очень много девушек-фотографов. И таскать с собой какие-то очень тяжелые объективы, выигрывая одну ступень диафрагмы, да. То есть, светосила 4, светосила 2,8, да. Ну, теперь поговорим о самом вкусном. Поговорим о том, сколько этот объектив стоит. Этот объектив стоит около 600 долларов сейчас. То есть, это вообще, в принципе, подарок. То есть, вы можете тоже опять начать говорить, что 600 долларов, это не так уж и мало, это там почти 40 тысяч. Но, серьезно, это профессиональный объектив. Объектив в серии L. У него корпус железный. У него там три элемента специфических, да. Там 16 линз в 13 группах. То есть, это действительно очень дешевый ценник для такого объектива. Мы предыдущий объектив с вами рассматривали. Это был простой объектив, не профессиональный, не серии L. Он был полностью, там, состоял из стеклянных элементов. И он стоил 400 долларов. А этот стоит всего 600. То есть, на 200 долларов дороже. И, серьезно, я считаю, что любой кэноновский, профессиональный объектив дешевле 1000 долларов, это дешевый объектив. То есть, это очень хороший объектив по соотношению цена-качество. И здесь однозначно. То есть, это один из самых доступных и при этом самых крутых объективов. В комплекте у него идет вот эта вот блендочка. Но не идет крепление под штатив. Вот сюда вот оно должно крепиться. Но он не такой уж тяжелый. То есть, в принципе, можно крепить камеру к штативу и с этим объективом. Но если вы постоянно этим балуетесь, все равно он как бы кренит. И тогда, возможно, стоит прикупить. Я не знаю, сколько стоит. Я не смотрел, не мониторил. Ну, не думаю, что это слишком дорого. Вот. Поэтому всем, даже начинающим, я рекомендую этот вопрос рассмотреть. Поскольку линза действительно доступная. На кропе линза работать будет тоже абсолютно прекрасно. Но, конечно, это телевик. Он пересчитается достаточно жестко. Да, там 70 получится где-то около 120. А 200 уже вообще за 300 получится фокусное расстояние. Поэтому учитывайте этот факт. Но, тем не менее, если вы снимаете какие-то вещи, что вам вы не можете подойти. Например, если вы фотоохотой решили заниматься, то вам это даже в плюс. Это будет полезно. Вот. Таким вот образом. Поэтому сегодня мы рассмотрели второй объектив в нашу замечательную рубрику. Лучшие объективы по соотношению цена-качество. Это был абсолютно легендарный 70-200 с четверкой. Да. Он производится, кстати, с 99-го года. Вот. Если вы вдруг захотели купить этот объектив, то прямо сейчас можете перейти по ссылке внизу под видео в описании. И сразу его и заказать. Что я вам, в общем-то, и советую сделать, чтобы жить хорошо. Вообще, в моей жизни, моя жизнь фотографическая делилась на два периода. До того, как я купил первый объектив серии L и после. Ну, я тогда купил как раз 70-200 2,8. Тот, который я вам показывал. Вот. А сегодня с вами был Марк Рыбак. Кроме ссылки на объектив, в описании есть все мои контакты. Вы можете ко мне обратиться и заказать у меня консультацию, если вам интересны советы по поводу выбора техники или оптики, или если вам интересно мое мнение по поводу ваших фотографий. А также можете обращаться по поводу фототуров на Байкал и в Израиль. С вами был Марк Рыбак. Видео-блог «Смена». Подписывайтесь на канал по вопросам съемок и консультаций и туров. Обращайтесь в контакты в описании. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok